всем привет мы находимся в друзской деревне дали отель кармель недалеко от хайфы и в израиле проживает около 150 тысяч друзов сама по себе друзская община очень интересно вдобавок друзы проживают в еврейском демократическом государстве и сегодня мы попытаемся разобраться как они себя чувствуют в этом еврейском демократическом государстве уже в конце 50-х годов лидеры русских общин обратились государства израиль и попросили призываться на срочную службу в армии в обязательном порядке и с тех пор друзы крайне мере парни призываются в армию обязательно сегодня гуляя под русской деревне увидим с вами огромное количество друзских флагов но при этом очень большое количество израильских флагов израильские друзы очень большие патриоты израиля сегодня буквально беседе с приятелем друзом я услышал от него интересную фразу мы друзы гораздо больше израильтяне чем вы евреи израильтяне это фраза который стоит подумать и 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 также к нам и к нам. Мы здесь живем. Мы живем здесь. Я знаю, что дурузи, практически из всей страны, были в ЦАЛ. Вы знаете, почему это произошло? Почему они так? Они так называют, что дурузи не только они были ситапием в облаке, они уничтожили люди, которые хотели бы иметь в облаке, а не только они уничтожили и уничтожили в облаке на облаке в облаке. в облаке 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 что кто-то уйдет их самостоятельно. Они же очень большие люди, по-другому человеку. Они поддерживают их общие, пока что кто-то уйдет. Нет, почему он уйдет? Все что он не должен уйдет. Теперь, общественностью, это любовь. 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 Тазула. Натинная. Также есть имя. Что касается бани-маруфа. Что касается бани-маруфа. То есть, они проводят много хасад для других. И дрозы, в целом, в морозах, в морозах, в морозах. То есть, куда ты попадаешь на дрозы, ты слушаешь его. Это все. Дрозы здесь, в Суре, в Ливанон. Мы также надеемся что он уничтожает, что он уничтожает. Дрозы нет ни омена. Он не живет, который можно определить в Исраиле. Он может быть в других странах, и он может быть в другом месте. Так что все дети, очень рады. Нередки случаи, когда после окончания школы ребята готовятся к армии на подготовительном курсе. И такое учебное заведение есть здесь, в деревне Дальят-эль-Кармель, самой южной друзской деревни в Израиле. На протяжении всего года здесь проходит учеба, спортивные мероприятия и многое другое. Один из солдат, друзов, которые погибли уже с начала войны, которая началась 7 октября, Салман Хавака, он выпускник этой академии. Ему посвятили памятник, который был открыт буквально несколько дней тому назад. Музыка 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 и все остальные. Это не обязательно защищать, потому что мы языки, языки из этой страны. Мы дадим их, и мы должны получить все это. Да, да? Какой человек другой. Многие жители, которые были в правительстве, это не важно в какой-то городе, он пришел к нам и получил все это. Да, без этого. Да, да. Мы, как бедные, мы надеемся, что мы должны получить гура. Не только в период митин, то есть, что мы будем мутать, что у нас есть шутер в бутылке, но мы хотим быть шутерами. Так что этот шутер был далеко. Мы создали их как-либо михуц для всех этих шутеров и этих шутеров. Это вы сотрудник. И даже если вы не чувствуете это в службе, но даже в закон. И даже в закон, что я не знаю, это очень скучно. Потому что у нас много хирургов. Мы украли 500 человек. Теперь мы были в Андертес. Да. Они украли и украли себя от себя в основном, что это из их страны. Если ты делаешь это, в любом месте ты видишь в Исраиле. то есть, иногда больше, из-за чего мы дружим. Так. мы чувствуем, что это дом, но мы не имеем другую. Если мы, мы сотрудничаем, то мы должны, даже за другим, обеспечить нас в семью, это не будет. Это не будет. 我 слышу, что, после начала, у нас началось, мы разработали, что все решили, все решили, сомневаться к тому, сомнение, чтобы они пришли, чтобы сделать это, чтобы им неизвестно. Я надеюсь, что это происходит скоро. Я надеюсь, что ситуация будет происходить в ближайшие отношения. В ближайшие отношения, все эти отношения политики... Он поднимает мотивацию. Да, это понятно. Я надеюсь, что... ...выходы с ними будут решать. Потому что ситуация у них была, не ситуация у нас. Субтитры сделал DimaTorzok שם במקום לא נוח את האנשים שהם לא מוגדרים כיהודים לדעתך, האם זה נכון קודם כל שזה פגע בקהילה הדרוזית בעינייתר? ולמה בכלל לדעך זה היה נחוץ לעשות אותו? תראה, חוקקת אני לא אכנס לדיעות פוליטיות, אבל אני יודע שהדרוזים בצדק לא אהבו את המהלך כי אנחנו מאוד אוהבים את המדינה, מאוהבים בדגל ובשבילנו זה הבית אז אפשר להבין למה היה מין כעס גם בנוגע לצערים, כאילו הרגישו שאוקיי אני בצבא ואני זה אבל אני לא אזרח שווה, מזה המשמעות של החוק הזה אני מקווה שהכל ישתפר תראה היום כמה אנחנו מיוחדים תראה איזה אהבה יש בין הדרוזים ליהודים אהבה תחינם, תכלס ברית דמים, ברית חיים וצריך להיות ברית שווים זה מה שאמר רפיק חלבי באחד מהרעיונות לאחרונה שמעתי ואהבתי את זה, ברית חיים וברית שווים וברית דמים זה יותר מאחים, פשוט מאוד וזה הרבה יותר חזק בכלל כל הדאגה והנדיבות שאנחנו ראינו במלחמה הזאת זה שם וזה שם את כל הפוליטיקאים והפוליטיקה במקום כאילו בצד בצד ואנחנו תראה איזה אהבה תראה כמה שזה חשוב להיות ביחד אני אישית מסכים אתכם 100% לכן התחלתי את השאלה וזה שראיתי את זה מיותר החוק הזה ועד עכשיו אני מבין למה זה היה חשוב תראה תמיד קוראים טעויות ובסוף מגלים שזה היה מיותר ואני מקווה שיהיה לאחרונה גם תיקונים וגם ימים טובים וגם נהיה שווים לא רק בצרות גם בסמכות וגם בימים היותר טובים אני מקווה, אני מקווה אבל כל מה שהיה, הנה עצם העובדה, חוק הלאום וכל מיני אירועים שהם היו קצת מיותרים כל מה שקרה בעת המלחמה והקשיים אנחנו ביחד, אנחנו לא מסתכלים על זה אנחנו ישראלים יותר מהיהודים אני אומר לך שוב, זה מה שאנחנו מרגישים זה שאנחנו יודעים לשים את הצרות וביכוחים בצד בעת הצורך זה באמת מראה על האיחוד של החברה שלנו כי חברה ישראלית כולנו יחד השאלה שאני אשאל אותך עכשיו היא נורא קשה, אני מזריר אותך השאלה היא נשמעת ככה, מהו החלום שלך? תיבוא אנחנו יכולים לדלג אם אתה לא... תראה אני לא אגיד בגדול מה החלום שלא ישמע כגרנדיוזי או משהו כזה אבל אחד מהחלומות יש זה שנחיה במקום מיתוקן ושקט וזה יאפשר לי להביע ולהתבטא בצורה יותר אומנותית ויותר שמחה ובארץ יהיה שלום ואחווה בין האזרחים כולם ונראה ימים יותר שמחים, תכלס כי מגיע לנו אחרי כל מה שעברנו מגיע לנו לראות ימים שמחים ויפים וצבעוניים נפל, כן בסדר בסדר